Из горячей точки с картинами. Художник Валерий Пузик представил в Одессе свою персональную выставку «Ведлуння». Серию живописных полотен солдат-доброволец создал в зоне АТО. На протяжении 7 месяцев он отправлял их домой, а вернувшись, решил показать миру. Картины из самого пекла видела Юлия Федорова. Валерий Пузик родом из Хмельницка. Художник-дизайнер, журналист, писатель, видеооператор. Когда пошел добровольцем в АТО, он не думал о том, что там будет продолжать рисовать. Все произошло само собой. И даже реакция окружающих его не остановила. Первой художественной работой на войне для Валерия стала карикатура товарища добровольца, приехавшего защищать Украину из-за границы. Для рисования он использовал все, что находил. Часто это была дешевая краска, которой делали отметки на мишенях. Иногда, кроме морилки и лаков, ничего не было. Использовал краску для полов и стен. Часто вместо красок применял кофе, а холстом служили крышки от ящиков мин. Позже возвращавшиеся из отпуска побратимы привозили карандаши и акварели. То, что из всего этого вышло, теперь висит на стенах выставочного зала. В условиях войны процесс рисования был спонтанным. Странные силуэты, десятки настроений и образов. Все 30 картин не похожи одна на другую. Здесь женские образы и портреты собратьев. В зарисовке мест, которые он видел на фронте. Реалистичные картины сменяются сложными абстракциями. Это, мабуть, необходимо слышать какой-то дорогой голос щодня. И кому-то, возможно, даже жалеться. Хочется, не очень хочется делать, но все равно. Он называется «Говори со мной». Ну, очи-таки трошки длинные. Не хотелось бы каждый день чувствовать вот так. Есть как минутка, так почувствовать немного. Я вижу, что часто большие глаза изображаются, такие, скажем так, взгляд испуга, взгляд страха. В зоне боевых действий Валерий не только создавал картины, но и писал роман и снимал документальный фильм. Во время презентации одесситы смогли увидеть черновой монтаж ленты шахта. Выставка будет открыта в Одессе до конца месяца. Юлия Федорова, Алексей Барановский, 7 канал.